Что входит в комплектность боевой машины пожарных и почему соперничество, место только на тактических тренировках, рассказали спасатели ЗАТО Александровск накануне своего профессионального праздника. В России всего несколько десятков таких автомобилей. Речь об уникальной пожарной машине, находящейся в расположении Александровского пожарного гарнизона. Техника способна работать как насосная станция в условиях паводка, а также тушить пожары, используя воду из открытых источников. Об этом, а также о других машинах ребятам рассказали спасатели ЗАТО Александровск. Основная техника представлена автоцистернами, которые вывозят огнетушающие вещества, личный состав и пожарно-техническое вооружение к месту пожара или проведения аварийно-спасательных работ. В данных автомобилях имеется запас огнетушающих веществ, вода и пенообразователь, так что можно применять и водное тушение водой и пеной. Отмечают профессиональные праздники спасатели по традиции на боевом посту. Беда может случиться в любой момент, поэтому необходимо быть наготове и днем, и ночью. Свободное от выездов время занимает план тренировочных занятий, упражнений и даже соревнований. Это основная работа, в принципе. И азарт. Место соперничества, подчеркивают огнеборцы, есть только в момент тактических тренировочных испытаний. При реальной, чрезвычайной ситуации действуют спасатели быстро и слаженно. Для этого на соревнования привлекаются и специалисты смежных структур. Сегодня, опять же, в нашем мероприятии участвует подразделение военной пожарной команды. И четыре команды будут соревноваться между собой, кто лучше в этом году. Напомним, что в 2024 году МЧС планирует внести изменения в систему индексации зарплат, которые приведут к повышению заработной платы работников. И еще одна юбилейная дата этого года. Столетие со дня образования отметит горно-спасательная служба. Продолжение следует...